Всем привет! Сегодня в своем блоге на обустроено.com я предлагаю вам присоединиться к мастер-классу по пошиву подхватов для шторм. Итак, начнем. Первое, что нам надо сделать, это создать выкройку. Это половина нашего подхвата. По этой линии будет проходить сгиб ткани. Таких полноценных частей нам нужно будет вырезать 4 штуки, по 2 на каждый подхват. Продолжение следует... Прострачиваем нашу деталь, оставляя место для выворачивания. И не забывая оставить припуски на шов. Только после этого мы будем ее вырезать. Теперь обрезаем лишнее, выворачиваем наш подхват и отглаживаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Перед тем, как зашить отверстие, через которое мы выворачивали подхват, необходимо зафиксировать вот такие два магнита, за счет которых наш подхват будет держать штору. Опускаем вниз и застрачиваем. Эта часть будет не видна, поскольку мы ее декорируем цветами из атласной ленты. Вот так зафиксировали внутри магнита. Теперь вставляем второй, только так же, чтобы они примагничивались друг к другу и также его пристрачиваем и зашиваем край. Не забудьте вложить туда магнит. Подхват готов, надежно фиксируется. Теперь осталось его декорировать. Декорировать мы будем атласными розами. Начинаем с заготовок. Нарезаем ленту на кусочки по 12 сантиметров. Таких кусочков нам потребуется 14 штук. Поджигаем свечку и опаливаем кончики. Прошиваем нитку с иголкой в полосочку. Укладываем лицевой стороной вниз, заворачиваем уголок и прошиваем. Таким же образом сворачиваем второй уголок. Теперь стягиваем заготовку лепестка. Стягиваем заготовку лепестка. И делаем закрепку. И делаем закрепку. Аналогично собираем все 14 лепестков. 14 заготовок у нас готовы. Теперь беремся за сборку. Делать мы ее будем с помощью клеевого пистолета. Итак, первая серединка выворачиваем лицевой стороной вне. И скручиваем. Скручиваем. Бутончик с помощью клеевого пистолета. Бутончик собрали. Все остальные лепестки мы будем располагать лицевой стороной внутрь. Вот так. Не забываем, что розочки и лепестки размещаются нахлёст. Продолжение следует... Если вам нужна будет для композиции маленькая розочка, можете ограничиться таким размером. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие листочки у меня получились. Теперь приступаем к самому интересному. К сборке декора. Я взяла еще ленты атласные и вот такие полубусины двух цветов. Продолжение следует... Теперь берем фетр, разрезаем на два кусочка. И зеркально приклеиваем наши розы, так, чтобы в композиции смотрели друг на друга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь нашу конструкцию пришиваем непосредственно к подхвату. Место на подхвате декорируем полубусинами. Вот такие подхваты у нас получились. Теперь вешаем красивые шторы и собираем их. При желании подхваты всегда можно снять. Помним, что они у нас на магнитах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...